Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе, главе Бамидбар, но, как вы догадались уже по названию, мы начинаем новую книгу, четвертую книгу Тора. И, на самом деле, этот момент меня очень радует, потому что мы выходим из стагнации, из стагнации книги Вейкра, где мы, в общем-то, находились на одном месте, строили временный храм, изучали законы служения в храмы Коины. Наконец-то мы возвращаемся к тому состоянию, которое мы были в позапрошлой книге, книге Шмот, когда мы начали свое путешествие, выйдя из Египта, и сейчас мы продолжаем свое путешествие, но уже не от, а к, к земле Израиля. И, честно говоря, мы просто возвращаемся, как еврейский народ, в свое естественное, натуральное состояние, потому что, как ни крути, еврейский народ все время куда-то движется. Ну, что делать? Первые слова, которые Всевышний говорит первому еврею, нашему праотцу Аврааму, говорит ему, лех-леха, иди куда-нибудь, куда я тебе покажу. Авраам даже не знает, куда он идет. Идет в неизвестность. Это определяет судьбу еврейского народа. Мы постоянно куда-то переезжаем, эмигрируем, выходим, уходим, заходим и так далее. Но первое начало нашего путешествия из Египта, которое описывается в книге Шмот, оно очень важно. Мы должны выходить из Египта каждый день, каждый своего собственного Египта. Или, как говорит Лао Цзи, что путешествие в тысячелье начинается с одного шага. Но книга Бамидбар говорит о совершенно другом путешествии. О путешествии уже не из Египта. С этим мы уже закончили. О путешествии к чему-то новому, к не столь уже неизвестности, но к какой-то цели. И это гораздо более сложное движение. Это не движение того, что нужно уничтожить все, что было раньше. Это движение к тому, чтобы начать построить что-то новое. Сколько исторических процессов заканчивались тем, что отряхивали прах с ног предыдущих империй. И после того, как его уже отряхнули с ног, не знали, куда двигаться. Дальше это заканчивалось катастрофами. Поэтому начинается наша книга, книга Бамидбар, с нового движения. Чего-то, что не было раньше. Это самое сложное путешествие. Путешествие к чему-то новому. Или как рассказывает в своей книге величайший хасид Ребмендл Футерфас, который рассказывает об одном таком моменте, о его собственном выходе из Египта весной 1953 года. Я думаю, вы прекрасно знаете, что произошло. И когда пришли известия о смерти тирана и очевидное освобождение, все побежали праздновать. К сожалению, Ребмендл был уже изнеможден сталинскими застенками. Он остался в своем бараке. Его сосед по бараку раздобыл где-то веревку. Положил ее на пол, начал ходить туда-сюда. Ребмендл, простой местечковый еврей, был в полном шоке. Какого было его еще большее удивление, когда этот его сосед по бараку привязал эту веревку к двум нарам и начал ходить по ней уже на высоте. Споткнулся раз, другой, а потом начал ходить туда-сюда. Ребмендл спрашивает его, объясни мне это чудо, как тебе так удается? Он говорит, чудес нету. Как говорится, ловкость руки никакого, в данном случае, ног. Обман оказался, что это еврей, который работал в московском цирке и затем был отправлен в места не столь отдаленные, что было достаточно популярно в то время. И он сказал Ребмендл, для того, чтобы уметь ходить по канату, есть два правила. Первое правило, это то, что ты должен выбрать точку. Точку, к которой ты идешь независимо ни от чего. Точку, на которой ты полностью сконцентрировался, и тогда ничего другого не существует, ты от всего остального окружающего тебя абстрагируешься. Но самое сложное, это поворот. Это тогда, когда тебе нужно развернуться и найти новую точку, новый ориентир. Вот здесь можно потерять равновесие. Наша книга Бамидбар дает нам новый ориентир. Это уже не путешествие из Египта, это путешествие к новому, к земле обетованной, к святой земле. И мы с вами сегодня находимся в гораздо более выгодной ситуации, потому что из Египтов мы уже столько выходили, дальше некуда. Слава Богу, наш прориотец Абрам уже прошел путь неизвестности, и мы знаем, куда идти. Дорогу в святую землю до нас продолжили столетиями поколения, которые стремились к этой земле, и эта дорога уже проложена. Все, что нам нужно сделать, это только сконцентрироваться на этой новой точке, и тогда мы точно по дороге не потеряем равновесие. Успехов! До встречи! Пока!